Ошейник для рабов За последнее время ошейники очень изменились. Раньше они походили на проржавевшие полоски металла, натирающие шею, оставляли рубцы. Теперь есть позолоченные, с меховой опушкой, с бриллиантами, с наушниками для продвинутых, инкрустированные, гравированные мудрыми изречениями и цитатами священных книг, с оторочкой бархатом, и горностаем, и серебра, и платины. Они теперь не натирают, почти незаметный. Их изящество говорит о вас, богатых, продвинутых, известных, верующих истинно. Каждому свой индивидуальный подход. Кто сказал, что вы зациклились? Вы можете сделать апгрейд, заказать новые опции, сделать подвески интеллектуальности, утонченности, веры. Любые, по вашему вкусу, по моде, всё в ваших руках, всё видят. Кто вы на самом деле? Приходите к нам, и мы сделаем вам ошейник победителя! Победителя конкурса на лучший ошейник раба! Красуйтесь! Гордитесь! Наши ошейники! Нет! Творение! Уже побеждали 17 раз на общемировых конкурсах! Не торгуйте! Спешите! Конкурс скоро! Наши ошейники! Лучшие в мире! Жена! Одна дура! Зная себе, всё прерывала своего мужа. Царство ей небесное! Смеялась непотребно, просто слова не давала сказать. Вы не поверите! Она насмехалась над тем, что было ему дорого. Издевалась, помыкала им. Ну, в общем, она умерла дурой. И ничего тут не попишешь. Про Ивана. Иван встал, почистил зубы и умер. И пошёл на работу. Не верите? А вы проверьте. Интересный рассказ. Весёлая тёлка сидела на солнышке, лущила семечки и в ус не дуло. Ну да. А как она подует, если усов-то у неё нет? Вот если бы были чёрные такие, увесистые! Эх, какой бы рассказ получился про усатую бабу! А так какая-то дрянь без усы и выходит. Неинтересно даже продолжать. Вот и не буду. Как ни просите. Кошмар. Я проснулся от ощущения, что кто-то спит в моей постели. Медленно поворачиваюсь и понимаю, что это не кошка и не собака моей жены. Это что-то большое, тёмное. Это мужик. Деревянный. Подтрескавшись. Изъеденный жучками. Это Буратино старенький. У меня есть миниатюры, связанные с предвоенным временем. Они говорят о том времени с другой точки зрения. Некоторые написаны в той стилистике. Натурщики. Рабочий и колхозница очень поразились тому, что оказались рядом. «Мне бы в колхоз!» – попросилась селянка. «Мне бы на смену!» – сказал пролетарий. «Держите крепче!» – взвизгнула Мухина Вера Игнатьевна. И они держали. Кто серб, кто молот. «У меня коровы не дуины!» – чуть не ревела, как тёлка-колхонница. «У меня болванка зажата в станке!» – хрипел рабочий. «Держите!» «Как у вас лица хорошо получились, товарищ скульптор!» – сказали Мухиной на просмотр. «Твёрдый такой, рвущийся вперёд взгляд!» «В колхоз они рвались!» – вздохнула Вера Игнатьевна. «Да в цех!» «Ох, и намучилась я с ними!» «Остервенели они без работы!» И вторая штучка, она начинается в таком духе гайдаровских. Помните, летят самолёты, салютки, бальчиши! Изобилие. Самолёты бороздят бескрайние просторы. Пароходы вздыбливают тяжёлые воды, Переваливаясь крутой волны на другую волну. Паровозы мощно пыхтя с трудом тянут безмерные составы. За стёпками огромных витрин ткани, одежды, обувь, В других колбаса, масло и деликатесы. Идём вместе. Я и Сталин. «Взгляните, Иосиф Писсарионович, Как всего много! Какое изобилие!» Он щурится на долю секунды И, пыхнув от души трубкой, И спрашивает с лёгким акцентом. «А где же люди?» «А людей нет, потому и изобилие». «А где же люди?»